Всем привет! Сегодня 27 марта компания Apple провела свою весеннюю презентацию, которая имела название Education Event. Провела она ее достаточно скромно, я бы сказал. Проходила она не в Apple Park, не в театре Стива Джобса, а в обычной школе Чикаго. Но, как вы можете догадаться, школа была выбрана неспроста, потому что мероприятие в основном было сфокусировано на учителей, на учеников, на их работу, на творчество, на вот это вот все. Не буду ходить вокруг да около, сразу скажу, что основным анонсом мероприятия, конечно же, стал новенький, бюджетненький iPad 9.7. Он получил процессор A10 Fusion, 8-мегапиксельную основную камеру и говорят, что сможет прожить 10 часов от одного заряда. Правда, они не сказали при каких нагрузках, ну да ладно. Главной фишкой этого устройства является, конечно, тот факт, что он поддерживает Apple Pencil. Если я не ошибаюсь, раньше таким могли похвастаться только iPad Pro. Также говорят, что планшет будет поддерживать стилусы и сторонних разработчиков. И вот это вот действительно круто. Если вы считаете, что Apple Pencil за 99 долларов это слишком дорого, то можете купить себе более дешевый аналог. Стоит сам планшет будет 329 долларов. Это за самую-самую бюджетную комплектацию, это 32 гигабайта и без LTE. Однако школьники смогут купить себе этот планшет за 299 долларов. Я так понимаю, это если брать оптом на класс, ну или может быть, если ты придешь в магазин и покажешь какое-то школьное удостоверение. Я не знаю, но забавно это получается. Раньше дети бегали за нами и просили купить билеты на Дэдпула, а теперь мы будем бегать за ними и просить купить нам бюджетный iPad. Дальше компания продолжила тему обучения, но уже с софтверной стороны вопроса. Так как основным лейтмотивом презентации была учеба, ученики и учителя, нетрудно догадаться, что Apple представила кучу приложений им в помощь. Все эти программы станут доступны с приходом iOS 11.4. Для начала компания обновила пакет программ iWork, в которые входят Pages, Numbers и Keynote. Теперь с ними можно взаимодействовать и стилусом, оставлять комментарии, что-то зачеркивать, подчеркивать. В общем, полезная штука. Также были представлены приложения Schoolwork и Classroom. В Schoolwork учитель может посмотреть работу ученика или задать ему какое-то задание и посмотреть, как он его выполняет. Ну, если что, оставить какие-то комментарии. Classroom, как я понял, это приложение, которое объединяет весь класс. То есть в нем будут публиковаться какие-то ивенты, которые актуальны только для класса. Ну, скажем, там какой-нибудь Федоров опять не сдал деньги в фонд класса, а какой-нибудь Егоров опять забыл дневник. Ну, в общем, в таком ключе. Все эти приложения будут включены в единый фреймворк под названием ClassKit. Также ученикам будет доступно 200 гигабайт в облачном хранилище iCloud. Еще Apple запускает специальный интернет-курс под названием Apple Teacher. Он поможет учителям разобраться и научит их пользоваться новыми программами и как реализовать их максимальный потенциал. Еще представили интересную функцию Shared iPad. Она позволяет нескольким пользователям использовать одно устройство через Apple School Manager. Ну, если коротко, это и все, что показали Apple 27 марта. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Еще у нас есть телеграм-канал и блог. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok